Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Крипта и Пиво. Меня зовут Андрей. Сегодня такой своего рода аплифтный понедельник у нас. И пройдемся по тому, что происходит в игрушке аплифт, какие апдейты, какие потенциальные плюшки нас ждут. Тех, кто заходил в эту игрушку ранее, тех, кто покупал карточки на сейле аплав, тех, кто участвовал в покупке риксов, ну и так далее. Разберемся. Прежде чем мы начнем, хочу пригласить вас поучаствовать в нашем Ocean Planet дроп-марафоне, который будет длиться практически всю неделю. Начиная с сегодняшнего дня, через 5 часов у нас стартует дроп вот такого промо-значка Bubble Promo Pin. И каждый день будет дропаться по одному кораблю, который можно будет потом использовать для бленда пака, который называется Promo Equipment Pack. Я сейчас вам его покажу. Вот, собственно говоря, темплейт промо-эквипмент пака. Начинку мы еще пока обсуждаем, но тут точно будет интересная начинка. И достаточно выгодно будет купить все пины из дропа, смешать их с SilverCoin и получить вот этот пак. Потому что здесь будут выпадать лицензии, гражданство, мойки, радары и так далее. Всякие плюшки, которые вы сможете в будущем потом навешивать непосредственно на корабли. После окончания этого дропа что мы будем делать? Мы анонсируем дроп конкретно игровых кораблей. Следите за обновлениями, подписывайтесь на чат OceanPlanet, украинско-русский чат, а также английский чат и Discord. Для того, чтобы, в общем-то, держать руку на пульсе предстоящих дропов и обновлений в игре. Мы совершенно недавно выкатили дорожную карту, в рамках которой будем стараться двигаться и продвигаться дальше. Так, ну что, теперь апплифт. Переходим к апплифту. Давайте посмотрим, что у меня происходит в апплифте на сегодняшний момент. Я купил два набора, из которых мне получилось добыть четыре земли и два рейла. Рейлы это важная, в принципе, часть игровой вселенной апплифт, потому что это, по сути, такая железная дорога, рельсы и променад, по которому можно быстро передвигаться, чтобы не заходить во всякие леса, не падать во всякие ловушки, выстроенные уже другими пользователями. Вот. Мы скупились вот здесь вот. Это стоило тысячу долларов. Дальше что происходило? Дальше через пару дней был анонсирован дроп наборов с майнерами, соответственно, из которых выпадали различные карточки, которые майнят в игрушке монету игры, так называемую апплифту. Вот. Я покупал шесть больших наборов, из которых мне выпало вот все вот это вот барахло, которое вы сейчас видите, и выпала монетка, которая 7.07 превратится непосредственно в кусочек земли. Да, мне упадет тоже какой-то кусочек земли. Всего был 20% шанс на получение таких монет у всех тех, кто покупал большие наборы с майнерами. Таким образом, вы можете видеть, что на сегодняшний момент было открыто 1485 таких монеток, и это значит, что еще 1485 земель найдут своих владельцев уже 7-го числа. Что у нас происходит дальше? Майнеры. Так, так, так. Ну, посмотрим. Мистик майнеров у меня нету ни одного, не повезло. Зато у меня есть легендарные майнеры, у меня их тут целых 5 штук. Вот. Также у меня есть эпические майнеры. Много мне повыпадало с наборов, а также кое-какие я докупил со вторичного рынка, когда они стоили сильно дешевле, чем они стоят сейчас. Для примера, сейчас средняя цена 20 долларов, я их забирал по 13-14 долларов. Рарок у меня достаточно много, и, в общем-то, анкоманки, команки тоже имеют место быть. Что мне все это дело дает? В целом, было потрачено 1000 долларов плюс 600 долларов, и на сегодняшний момент по рыночной стоимости вся вот эта вот история, которая у меня есть в инвентаре, оценивается в 2149 долларов. Сейчас бытует мнение, что лучше, конечно же, избавиться от определенного количества земель по той цене, по которой они продаются на рынке, потому что 7-го числа выйдет большое количество земель, полученных с вот этих вот монеток, и таким образом эти земли выйдут на рынок и сильно дешево будут торговаться. Я, в принципе, подумывал над тем, чтобы продать некоторые свои земли, но на некоторых из них я уже начал вести какую-то определенную работу, облагораживать их и так далее, и, к сожалению, я не думаю, что сейчас будет умной мыслью продать именно эти земли, на которые я уже потратил какое-то определенное время и сделал определенную работу. Зайдем в админку Uplift, enter.theuplift.world, здесь вот информация об аккаунте, здесь, соответственно, вы линкуете ваш аккаунт Майнкрафта с вашим Vax аккаунтом, и, в общем-то, получаете детали сервера, которые нужно вводить непосредственно уже в самом Майнкрафте. На вкладке keys находятся ваши земли, ваши ключи, которые, как я говорил в первом видео, вы можете спокойно переименовывать, ну, для того, чтобы примерно не запутаться, где она находится и насколько она для вас ценна. Вот эта самая гребанная пустыня, которую я так обозвал, она, в принципе, мне достаточно неплохо зашла, она находится на 3200-1600, я там начал строить такой, типа, музей, вот, и так далее. Вот есть прикольная локация с водой, у меня есть мысль ее осушить, сделать там большой остров и оформить его в виде OceanPlanet, а, возможно, даже повесить там наклейку OceanPlanet. И вкладка Upliftum, соответственно, здесь вот, можете наблюдать, 947 Upliftum в час мне приносят мои земли и мои все майнеры, да, которые у меня есть. Соответственно, куда девать Upliftum и что с ним делать? Разработчики дали понять, что они не будут заниматься листингом Upliftum на Alcor, и никакие, в общем-то, финансовые обязательства по Upliftum они нести не хотят, но уже на сегодняшний момент можно за 100 тысяч Upliftum купить определенный рисунок, определенный бейдж, который можно повесить над, в общем-то, вашей локацией и таким образом привлекать внимание к ней и всячески самоутверждаться. Также здесь появился лидерборд, вот, это топ 100 игроков, вы видите, что самый топовый игрок Unsung 23582 Upliftum в час. Достаточно олигархический, я бы сказал, результат. Также появилась вкладка пулы, я еще не разобрался, да, но вот здесь вот есть пулы по разным карточкам, по Common, 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 Rark, легендарным картам и так далее. Наверняка в будущем давать возможность здесь размещать свои коллекции, так как это происходило в свое время в игре Airplanet. Вот. Также, что я вижу, я вижу то, что, скорее всего, Upliftum будет использоваться как какая-то экономическая монетка в игре для того, чтобы, в общем-то, покупать определенные ресурсы за нее у других игроков, а другие игроки, соответственно, ее смогут использовать уже по своему назначению. И также, наверняка, скорее всего, будут происходить OTC-сделки, то есть обмен Upliftum на Vax напрямую через каких-то определенных escrow и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что для того, чтобы играть на серверах Upliftum, вам нужно играть на версии 1.16.5, да, потому что 1.17 работать не будет. Откатиться можно таким образом. Нажать вот сюда «Установки», «Новая установка», здесь выбрать нужную вам версию, «Подтвердить», в общем-то, нажать «Создать», вот она у меня есть, уже создана, и нажать «Играть». Начинается загрузка, и сейчас я загружусь в своей локации, в которой я непосредственно принимаю наибольшее участие на сегодняшний момент в Upliftum. Жмем «Сетевая игра», жмем «Подключиться по адресу», вводим «Metaverse Uplift World», это то, что мы можем найти вот здесь вот, и просто скопировать, вставить. Жмем «Подключиться». Если вы лайтлистнуты, или если у вас есть земля, вы, соответственно, подключаетесь, и первая точка, где вы оказываетесь, это точка, которая называется «Спаун», причем, скорее всего, вы окажетесь не в мире конкретно, который вам нужен. Для этого нужно нажать кнопку «Т», нажать «Сервер», вот так вот, «Сервер», здесь написать «Сервер» и написать «Uplift». Нажать «Enter», нажать «Enter» и вы переместитесь в точку спауна, непосредственно «Uplift». Вот так вот выглядит моя локация на сегодняшний момент, она вот где-то вот здесь вот заканчивается мое владение, да, причем, смотрите, здесь вот я не могу копать, как я уже говорил, здесь вот я, может быть, да, здесь я уже могу копать, вот здесь вот граница моих владений. Для того, чтобы посмотреть свои владения, нажимаете «F3», вот, и мои координаты – это 3200 на 1600, вот я как раз сейчас нахожусь на 1600, а 3200, то есть если я выйду за границу 3200, то там я тоже копать не смогу, да. Окей, закрыли. Также кнопочкой «F5» вот мне подсказали, можно, оказывается, делать режим от третьего лица, вот, но все-таки как-то от первого лица это все привычней и приятней. Покажу вам мою локацию. Здесь я высадил деревья для того, чтобы собирать дуб. Здесь у меня находится такой, типа, предбанник. Соответственно, тут небольшая комната, где у меня проходит, в общем-то, здесь есть печь, здесь есть ткацкий станок, есть кузня. И выход вот так вот на второй этаж. Здесь я планирую делать такой, типа, шоу-рум, музей. Здесь вот была гора, громадная гора, которую я потихонечку выбиваю, достраиваю здесь плато какое-то определенное, и буду всячески это дело приводить в нормальный вид. Специально сделал здесь стекла, чтобы когда солнечный нормальный день, можно было, в общем-то, нормально находиться внутри без этого. Ну и мне понравилось, что я, наконец-то, сделал ведро. И с помощью ведра можно делать вот такие вот... Я как человек в Майнкрафте новый, для меня это все в новинку абсолютно. Но вот такие вот прикольные истории с водой можно создавать, да, и перемещаться. Под водой, кстати, очень фигово копается. И перемещаться между вот этажами. Вот, меня это очень сильно веселит, на самом деле. Вот. Тут, соответственно, я высадил пшеницу, тоже разобрался, как это делается. Теперь бы только разобраться, как ее добыть. Как ее добыть? Добыть ее, наверное... Нет, она еще не готова, она еще не созрела. Так вот, высаживается пшеница. И, соответственно, здесь у меня есть вход в подвал, где я занимаюсь, в общем-то, всякими копательными безобразиями. В том числе, вот здесь вот это уже не моя локация. Здесь я ничего делать не могу, она здесь закончилась. Вот. А вот эта локация еще принадлежит мне. То есть здесь я могу, в общем-то, перемещаться вниз, вниз, вниз. Я, насколько понимаю... Опять же, я в Майнкрафте абсолютно новый человек. Но, насколько я понимаю, что если прокопать ниже, ниже, ниже... Вот здесь вот есть определенный камень. Прошу вашей помощи, те, кто более опытный. Вот здесь вот определенный камень, который уже ничем не бьется, не лупится. Я, насколько понимаю, если я апдейтну свою кирку до какой-то более-менее модной кирки, я смогу прорубить вход в ад. И там уже заниматься другими разными безобразиями в этом аду. Также здесь есть вот такая какая-то история с золотишком, но выпадает что-то абсолютно мне непонятное. Тоже расскажите мне, кто знает, что это такое. Буду признателен. Так. Ну, соответственно, вот такая вот у меня локация, на которой я провожу свое время в Майнкрафте на сервере Аплифт. Также достаточно неплохо у меня продвигаются дела в локации на Рейле. Я, может быть, в следующем выпуске покажу, как она выглядит. Мне она очень нравится. Вот. И, соответственно, те из вас, у кого будет желание помочь, поучаствовать в создании локации, посвященной Ocean Planet, я буду признателен. Я буду признателен за помощь. Пишите в личное сообщение, кто хочет помочь. Мы будем вознаграждать паками, наборами, промо-наборами и так далее за помощь в создании локации на сервере Аплифт, локации Ocean Planet. В общем-то, можно будет повеселиться, позаписывать подкасты, пообщаться и получить вознаграждение. Вот так вот. Вот такие вот дела у меня здесь происходят. Причем, я очень благодарен моему соседу. Сейчас вам покажу соседскую локацию. Потому что сосед явно в Майнкрафте немножко больше, чем я, разбирается. И у него такой прикольный городок, построенный вот здесь рядом. И самое прекрасное в этой всей истории, что у него есть кровать. У него есть кровать, которую я благополучно освоил. И мне теперь не приходится, в общем-то, после того, как я погибну или умру с голоду, мне не приходится бежать через всю карту. Вот есть кровать. Можно поспать, скажем так, как говорится. Какой-то такой обзор на Аплифт и на Ocean Planet, предстоящие дропы. Я думаю, что мы еще с вами увидимся на этой неделе. И поговорим более детально о дропах, которые будут происходить на ВАКСе в течение этой недели. На что стоит обратить внимание, на что не стоит обращать внимание. Также я думаю, что нужно закрыть чат, чтобы не смотреть на наших прекрасных русскоязычных товарищей, которые без мата в целом общаться не могут. Вот Дизи Зегони ругается. Рашин, гоу, дринк водка. Ну, в общем, да, там, где наши товарищи, к сожалению, есть мат и некрасивые слова. Подписывайтесь на Телеграм. В Телеграм мы выкладываем, в общем-то, важный анонс. Вот канал Крипто и Пиво. Нас уже 719 человек на канал подписано. И 526 человек подписаны на чат. Ведется активное обсуждение разных вопросов, связанных с NFT. Поэтому буду рад вас видеть там, если у вас есть какие-то вопросы, предложения и так далее. Вступайте в чат. Ссылка будет снизу под видео. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя, берегите родных. Всех обнял. Пока-пока.